Здравствуйте! Вы смотрите «Разговор по существу». Сегодня у нас в студии Дмитрий Борисович Евсеев, депутат Государственного совета, руководитель фракции КПРФ. Дмитрий Борисович, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Дмитрий Борисович, хочу вас сразу поздравить с праздником, сегодня День рождения комсомольской организации. Спасибо большое! Я хотел бы и вас, и наших телезрителей поздравить. И у нас сегодня не просто День рождения комсомола, сегодня 95-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Мы очень рады этот праздник отмечать. В принципе, праздник, который касается всего старшего поколения. Все были комсомольцами, поэтому с удовольствием, от всей души, от имени КПРФ, от имени нынешнего комсомола, поздравляю всех ветеранов комсомола, всех нынешних комсомольцев с этим праздником замечательным. Ну, и Дмитрий Борисович, сама дата диктует нам тему сегодняшнего нашего разговора. Комсомол в свое время был большой силой. В начале 90-х официально прекратил свое существование, как часть КПРФ, как перестали быть главенствующей партией. Но я так понимаю, что организация у нас все равно существует. Ленинский комсомол, есть молодые люди, которые вступают в ряды этого союза. Вот что на данный момент комсомол в России и в Чувашской республике? И себя представляет, да? Интересный вопрос очень. Действительно, в Советском Союзе комсомол это была не просто общественная организация, это была часть серьезной, продуманной молодежной политики. Очень серьезная часть. И сейчас, кстати, мы в эти дни, в преддверии 95-летия, очень много встреч проводим с самыми разными политиками, самых разных взглядов. Должен сказать, у всех о комсомоле очень теплые воспоминания. Действительно, очень серьезная, мощная организация, которая воспитывала молодежь, то, что называется социализация, вот именно эта функция была отдана комсомолу. К сожалению, сейчас такой общегосударственной организации молодежной нет. Может быть, к счастью, может быть, к сожалению, сложно сказать. Но при КПРФ мы сохранили традиции, мы сохранили комсомольскую организацию. Она, конечно, уже не такая многочисленная, как это было в Советском Союзе. Сейчас она называется Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации. По всей стране у нас состоит порядка нескольких десятков тысяч человек в этой молодежной организации. Есть около ста с лишним активистов у нас и в Чувашской Республике. Сейчас эта организация, конечно, уже не пользуется такой сильной поддержкой государства, как раньше, но, соответственно, это сказывается и на ее численности. Но, тем не менее, достаточно активно мы отстаиваем интересы молодежи. Кстати сказать, если конкретные примеры приводить, в 2008 году именно комсомол, нынешний уже комсомол, получается, Чуваши, отстоял сохранение льготных проездных для учащихся молодежи. Школьные, студенческие проездные по льготным ценам до сих пор у нас в Чуваши существуют во многом благодаря комсомольскому тогда движению, когда мы смогли этого добиться. — Недавно слышала такое мнение, что в свое время в Советском Союзе комсомол объединял в себе карьеристов, людей, которые хотели чего-то добиться, но в то же время была какая-то часть романтики во всем. — Я не соглашусь с тем, что комсомол объединял карьеристов, только карьеристов. Да, были определенные сложности, но в принципе и предательство части верхушки комсомола. Когда комсомольская организация на съезде сам распустилась, это во многом случилось из-за того, что несколько карьеристов действительно совершили этот переворот и распустили организацию. Но на самом деле комсомол — это все-таки светлое такое наше прошлое, которое объединяло молодежь активную, молодежь, которая стремилась чего-то добиться в жизни. И в первую очередь комсомол был школой жизни. Вы не случайно упомянули про комсомольские стройки, ведь действительно огромное количество объектов, в том числе и у нас в Чувашии, огромное количество объектов было построено благодаря вот этой энергии молодежи. Ребята имели конкретную цель, они могли реализовать себя в этой работе, и это давало огромный эффект. Нам сейчас удается восстанавливать стройотрядовское движение комсомольское. Вот на объектах в Сочи, на олимпийских объектах в Сочи у нас ребята наши работали, комсомольцы, неплохо там заработали. Это вот как раз одна из тех традиций, которая была заложена еще во времена ВЛКСМ. Если вы помните, тогда стройотрядовское движение было очень сильным. Ребята выезжали летом и могли так хорошо заработать, чтобы нормально, спокойно в течение года жить, учиться. Мы, конечно же, поддерживаем традиции спортивные. Ну, комсомол в первую очередь, вернее, во многом комсомол это еще и спортивные движения было. Мы поддерживаем эти традиции, стараемся сохранять их. Ну и, конечно, для нас в первую очередь, наверное, самым важным для нас является это вот сохранение воспоминаний о той истории, реальной истории Советского Союза, о которой мы должны просто помнить. История-то хорошо. Настоящая тоже замечательная. А что в будущем будет? Потому что на одной истории сыт не будешь. Постоянно вспоминать, как было хорошо в Советском Союзе, тоже, знаете, как-то вот не хочется. Мы говорим не только о том, как хорошо было, но и что нужно сейчас сделать, какие нужно уроки извлечь из того, что произошло у нас. Поэтому, ребята, молодежь к нам идет в основном не те, кто ностальгирует по Советскому Союзу. Многие из них и родились уже сейчас после разрушения Советского Союза к нам. Ну, по рассказам о том, какой ностальгии вспоминают взрослые товарищи. В том числе. Но в основном к нам молодежь идет не ностальгирующая. К нам идет молодежь, именно, как вы правильно сказали, желающая что-то поменять в этой жизни, которая остро чувствует социальную несправедливость в нынешнем обществе. И они ищут пути выхода из этой ситуации. Ребята приходят очень интересные, очень грамотные. И мы действительно гордимся вот той молодежи. Может быть, их не так много, но самое главное – это действительно то, что можно назвать настоящей элитой. Современные молодежи, современное общество. Это ищущие ребята, которые с интересом смотрят в будущее и стараются найти пути решения, стараются добиться того, чтобы наша страна стала лидером мировым, чтобы наша страна вышла на передовые позиции. В 10 часов мы возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину на площади Республики. В 15 часов у нас прошел молодежный пикет информационный. Мы напомнили и поздравили горожан с этим праздником. И в 17 часов торжественный вечер в Чебоксарском горкоме КПРФ, как положено, с концертом, с поздравлением. Ну и тогда есть у нас такая возможность поздравить бывших комсомольцев, настоящих комсомольцев с праздником. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, я хотел бы всех еще раз поздравить с этим замечательным праздником, с 95-летием Ленинского комсомола. Хотел бы пожелать вам энергии, уверенности в будущем. Я глубоко уверен, что объединившись вместе мы обязательно победим. Спасибо вам большое. Спасибо, Дмитрий Борисович. Я с вами прощаюсь. На сегодня встретимся в ноябре. Спасибо. До свидания. Напомню, что сегодня мы говорили по существу с депутатом Государственного совета Чуваши Дмитрием Евсеевым. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин